На библейский портал Экзегет поступил вопрос, угодно ли Богу моя молитва за обижающих, если эта молитва не искренна. Вообще всякая молитва, которая совершается с принуждением, Богу угодно. Мы хотим, чтобы сразу мы за своих обидчиков и молились, и прощали, и любили их. Но это не получится быстро. Надо начинать снизу. И первое, что нужно делать, это прилагать усилие молитвенное и поминать в этой молитве своих обидчиков. И вот это будет хорошо, это будет правильно. А вот что касается неискренности, ну не очень так понятно, что имеется в виду. Ну, например, если ты хочешь с кем-то примириться, и пока твое сердце, оно не может простить, но ты идешь и говоришь, прости меня, брат или сестра. Вот что это такое? Это искренное прощение или нет? Да, сердцем ты пока еще не прощаешь, но на словах ты хочешь примирения. Я бы сказал, что это первая стадия, она самая начальная, она такая еще несовершенная. Но все-таки ты делаешь усилия. И от внешнего рождается внутреннее. То есть, если человек будет много раз, например, просить прощения просто на словах, ну не только, не просто бросаться там, прости меня, прости меня, а просто вот он будет фиксировать, что вот он виноват в каком-то конфликте, и он будет идти на примирение, он будет просить прощения, хотя его сердце еще не отзывается. Но со временем оно отогреется. Вот есть такое правило. От внешнего рождается внутреннее. Вот мы начинаем читать просто правила сначала. Просто читаем, читаем, каждый день читаем. Сначала мы не понимаем, сначала нам трудно, сначала нам непонятно, для чего нам все это делать. Но если ты будешь продолжать, потихонечку Господь тебя утешит, согреет твое сердце. Ты эту молитву со временем даже полюбишь. Но надо не останавливаться, нужно продолжать это делать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok